Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Фёдор Михайлович Достоевский Братья Карамазовы Читает Алексей Богдасаров Посвящается Анне Григорьевне Достоевской Истинно, истинно говорю вам, Если пшеничное зерно, падше в землю, не умрёт, То останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24 От автора Начиная с жизнеописания героя моего Алексея Фёдоровича Карамазова Нахожусь в некотором недоумении А именно, хотя я и называю Алексея Фёдоровича моим героем Но однако сам знаю, что человек он отнюдь невеликий А посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых «Чем же замечателен ваш Алексей Фёдорович, что вы выбрали его своим героем?» «Что сделал он такого? Кому и чем известен?» «Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни?» «Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить, может быть, увидите сами из романа» «Ну а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего Алексея Фёдоровича» «Говорю так, потому что с прискорбием это предвижу» «Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю» «Дело в том, что это, пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, не выяснившийся» «Впрочем, странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности» «Одно, пожалуй, довольно несомненно» «Это человек странный, даже чудак» «Но странность и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание» «Особенно, когда все стремятся к тому, чтобы объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи» «Чудак же в большинстве случаев частность и обособление, не так ли?» «Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите «не так» или «не всегда так», то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчёт значения героя моего Алексея Фёдоровича «Ибо не только чудак — не всегда частность и обособление», а, напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого а остальные люди его эпохи, все каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались «Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто без предисловия. Понравятся, так и так прочтут. Но беда в том, что жизнеописание-то у меня одно, а романов два. Главный роман, второй, — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошёл ещё 13 лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Но таким образом ещё усложняется первоначальное моё затруднение. Если уж я, то есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа, может быть, было бы для такого скромного и неопределённого героя излишне, то каково же являться с двумя, и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость? Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти без всякого разрешения. Разумеется, прозорливый читатель уже давно угадал, что я с самого начала к тому клонил, и только досадовал на меня, зачем я даром трачу бесплодные слова и драгоценное время. На это отвечу уже в точности. Тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости. Всё-таки, дескать, заранее в чём-то предупредил. Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам собой на два рассказа при существенном единстве целого. Познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит, стоит ли ему приниматься за второй. Конечно, никто ничем не связан. Можно бросить книгу из двух страниц первого рассказа с тем, чтобы и не раскрывать более. Но ведь есть такие деликатные читатели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтобы не ошибиться в беспестрастном суждении. Таковы, например, все русские критики. Так вот, перед такими-то всё-таки сердцу легче. Несмотря на всю их аккуратность и добросовестность, всё-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну вот и всё предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется. А теперь к делу! Часть первая Книга первая История одной семейки Глава первая Фёдор Павлович Карамазов Алексей Фёдорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Фёдора Павловича Карамазова, столь известного в своё время, да и теперь ещё у нас припоминаемого по трагической и тёмной кончине своей, приключившейся ровно 13 лет назад, и о которой сообщу в своём месте. Теперь же скажу об этом помещике, как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своём поместье, лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дренного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Фёдор Павлович, например, начал почти что ни с чем. Помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он всё-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю ещё, тут не глупость. Большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, а именно бестолковость, да ещё какая-то особенная, национальная. Он был женат два раза, и у него было три сына. Старший Дмитрий Фёдорович от первой супруги, остальные два, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Фёдора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Меусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданным, да ещё красивая и сверх того избойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного мозгляка, как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу, ещё в запрошлом романтическом поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навыдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утёс, в довольно глубокую и быструю реку и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на шекспировскую Офелию. И даже так, что будь этот утёс, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийство, может быть, не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни, в два или три последние поколения, таких или однородных с ним фактов происходило немало. Подобно тому и поступок Аделаиды Ивановны Меусовой был без сомнения отголоском чужих веяний и тоже пленной мысли раздражением. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим, на один только миг, что Федор Палыч, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему эпохи, тогда как он был только злой шут и больше ничего. Пикантное состояло еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Иванну. Федор же Палыч на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен, ибо страстно желал устроить свою карьеру, хотя чем бы то ни было. Примазаться же к хорошей родне и взять приданное было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красивость Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был, может быть, единственным в своем роде в жизни Федора Палыча, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юбке, только бы та его поманила. А между тем, одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления. Аделаида Ивановна тотчас же после увоза мигом разглядела, что мужа своего она только презирает и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились с чрезвычайной обостротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянки приданное, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала притом несравненно более благородство и возвышенности, нежели Федор Палыч, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же разом все ее денежки, до 25 тысяч, только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревеньку же и довольно хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданное, он долгое время и изо всех сил старался перевести на свое имя через совершение какого-нибудь подходящего акта и, наверное, бы добился того из одного, так сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями, из одной ее душевной усталости, только чтоб отвязался. Но, к счастью, вступила из семейства Аделаида Ивановны и ограничила Хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но по преданию бил не Федор Палыч, а била Аделаида Ивановна, дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательную физической силой. Наконец, она бросила дом и сбежала от Федора Палыча с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Палычу на руках трехлетнего Митю. Федор Палыч мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Иванну, причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль обиженного супруга и с прекрасами даже расписывать подробности о своей обиде. «Подумаешь, что вы, Федор Палыч, чин получили? Так вы довольны, несмотря на всю вашу горесть», говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что нарочно, для усиления смеха, делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает, впрочем, может быть, было это в нем и наивно. Наконец, ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Палыч немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург, для чего, он, конечно, и сам не знал. Право, может быть, он бы тогда и поехал, но, предприняв такое решение, тотчас же почел себя в особенном праве для бодрости пред дорогой пуститься вновь в самое безбрежное пьянство. И вот в это-то время семейством его супруги получилось известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям от Тифа, а по другим будто бы с голоду. Федор Палыч узнал о смерти своей супруги пьяной. Говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу, «Ныне отпущаешь и!» А по другим, плакал на взрыд, как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, что было и то, и другое, то есть, что и радовался он своему освобождению, и плакал по освободительнице, все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже. Глава вторая Первого сына спровадил. Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним, как с отцом, именно случилось то, что должно было случиться. То есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Иванной, ни по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома, Григорий, и не позаботься он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Иваны, тогда уже не было в живых. А вдовевшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась. Сестры же повышали замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил, не мог же он в самом деле не знать о его существовании, то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Иваны, Петр Александрович Миусов, многие годы сряду выживший потом за границей, тогда же еще очень молодой человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный, и при том всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятых годов. В продолжении своей карьеры он перебывал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи и в России, и за границей, знавал лично и Прудона, и Бакунина, и особенно любил вспоминать и рассказывать уже под концом своих странствий о трех днях февральской Парижской революции сорок восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около тысячи душ. Превосходное имение его находилось сейчас же на выезде из нашего городка и граничилось землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович еще в самых молодых летах, как только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс заправа каких-то ловель в реке или порубок в лесу, доподлинно не знаю, но начать процесс с клерикалами почел даже своею гражданскую и просвещенную обязанностью. Услышав все про Аделаиду Иванну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Палычу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Палычем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором Палычем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то все же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно Федор Палыч всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред вами какую-нибудь неожиданную роль, и главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем, например, случае. Черта эта, впрочем, свойственна чрезвычайно многим людям и даже весьма умным, не то что Федору Палычу. Федор Александрович повел дело горячо и даже назначен был, купно с Федором Палычем, в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалась именица, дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои денежные получения своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток одной московской барыне. Случилось так, что обжившись в Париже и он забыл о ребенке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь. Московская же барыня умерла и Митя перешел к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом переменил в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более, что много еще придется рассказывать об этом первенце Федора Павловича, а теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нем сведениями, из которых мне и романа начать невозможно. Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно. В гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича, отца своего, узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объясниться с ним насчет своего имущества. Кажется, родитель ему и тогда не понравился. Пробыл он у него недолго и уехал поскорее, успев лишь получить от него некоторую сумму и войдя с ним в некоторую сделку насчет дальнейшего получения доходов с имения, которого, факт достопримечательный, ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не добился. Федор Павлович заметил тогда с первого раза, и это надо запомнить, что Митя имеет о своем состоянии понятие преувеличенное и неверное. Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особые расчеты. Он вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутило, и которому только что бы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Федор Павлович, то есть отделываться малыми подачками, временными высылками, и в конце концов так случилось, что когда уже года четыре спустя Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг оказалось к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть, еще даже сам должен ему, что по таким-то и таким-то сделкам, которые сам тогда-то и тогда пожелал вступить, он и право не имеет требовать ничего более и прочь и прочь. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или, лучше сказать, его внешнюю сторону. Но пока перейду к этому роману, нужно еще рассказать и об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-то взялись. Глава 3. Второй брак и вторые дети. Федор Павлович, спровадив с рук четырехлетнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался лет восемь. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу Софью Иванну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелкоподрядному делу с каким-то жидком в компании. Федор Павлович, хотя и кутил, и пил, и дебоширил, но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда подловато. Софья Ивановна была из сироток, безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральше-старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, до того тяжело было ей переносить свои нравия и вечные попреки, этой, по-видимому, не злой старухе, но бывшей лишь нестерпимейшую самодуркой от праздности. Федор Палыч предложил свою руку, о нем справились и его прогнали, и вот тут он опять, как и в первом браке, предложил сиротке увоз. Очень, очень может быть, что и она даже не пошла бы за него ни за что, если б узнала о нем своевременно побольше подробностей, но дело было в другой губернии, да и что могла понимать шестнадцатилетняя девочка, кроме того, что лучше в реку, чем оставаться у благодетельницы. Так и променяла бедняжка благодетельницу на благодетеля. Федор Палыч не взял в этот раз ни гроша, потому что генеральша рассердилась, ничего не дала и сверх того прокляла их обоих, но он и не рассчитывал на этот раз взять, а прельстился лишь замечательную красотой невинной девочки и, главное, ее невинным видом, поразившим его сладострастника, и доселе порочного любителя лишь грубой женской красоты. «Меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули», говаривал он потом, гадко по-своему хихикая. Впрочем, у развратного человека и это могло быть лишь сладострастным влечением. Не взяв же никакого вознаграждения, Федор Палыч с супругой не церемонился и, пользуясь тем, что она, так сказать, пред ним виновата и что он ее почти с петли снял, пользуясь, кроме того, ее феноменальным смирением и безответностью, даже попрал ногами самые обыкновенные брачные приличия. В дом тут же при жене съезжались дурные женщины и устраивались оргии. Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глупый и упрямый резонер, ненавидевший прежнюю бароню Аделоиду Иванну, на этот раз взял сторону новой барони, защищал и бронился за нее с Федором Палычем почти непозволительным для слуги образом, однажды тогда же разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой. Впоследствии с несчастную с самого детства запуганную молодую женщиной произошло вроде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами. От этой болезни со страшными истерическими припадками больная временами даже теряла рассудок. Родила она однако же Федору Палычу двух сыновей Ивана и Алексея. Первого в первый год брака, а второго три года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по четвертому году, и хоть и странно это, но я знаю, что он мать запомнил потом на всю жизнь, как сквозь сон, разумеется. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым, Митей. Они были совершенно забыты и заброшены отцом, и попали все к тому же Григорию и также к нему в избу. В избе их и нашла старуха-самодурка генеральша, благодетельница и воспитательница их матери. Она еще была в живых и все время, все восемь лет, не могла забыть обиды ей нанесенной. О житье, бытие ее Софьи все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения, и, слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам «Так ей и надо! Это ей Бог за неблагодарность послал!» Ровно три месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш город лично и прямо на квартиру Федора Палыча и всего-то пробыла в городке с полчаса, но много сделала. Был тогда час вечерний. Федор Палыч, которого она все восемь лет не видала, вышел к ней пьяненький. Повествуют, что она мигом, безо всяких объяснений, только что увидала его, задала ему две знатные и звонкие пощечины и три раза рванула его за вихор сверху вниз, затем, не прибавив ни слова, направилась прямо в избу к двум мальчикам. С первого взгляда заметив, что они не вымытые в грязном белье, она тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объявила ему, что увозит обоих детей к себе, затем вывела их в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. Григорий снес эту пощечину как преданный раб, не сгрубил ни слова, и когда провожал старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей за сирот бог заплатит. «А все-таки ты балбес!» крикнула ему генеральша, отъезжая. Федор Павлович, сообразив все дело, нашел, что оно дело хорошее, и в формальном согласии своем насчет воспитания детей у генеральши не отказал потом ни в одном пункте. О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу. Случилось так, что и генеральша скоро после того умерла, но выговорив, однако, в завещании обоим малюткам по тысяче рублей каждому на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольна и такой подачки для этаких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошеливается и прочь, и прочь. Я завещание сам не читал, но слышал, что именно было что-то странное в этом роде и слишком своеобразно выраженное. Главным наследником старухи оказался, однако же, честный человек, губернский предводитель дворянства той губернии Ефим Петрович Поленов, списавшись с Федором Павловичем и мигом угадав, что от него денег на воспитание его же детей не вытащишь, хотя тот прямо никогда не отказывал, а только всегда в таких случаях тянул, иногда даже изливаясь в чувствительностях, он принял в сиротах участие лично и особенно полюбил младшего из них, Алексея, так что тот долгое время даже и рос в его семействе. Это я прошу читателя заметить с самого начала. Если кому обязаны были молодые люди своим воспитанием и образованием на всю свою жизнь, то именно этому Ефиму Петровичу, благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие редко встречаются. Он сохранил малюткам по их тысяче, оставленные генеральшей неприкосновенно, так что они к совершеннолетию их возросли процентами, каждая до двух, воспитал же их на свои деньги и уж, конечно, гораздо более, чем по тысяче и сдержал на каждого. Подробный рассказ их детства и юности я опять пока не вступаю, а обозначу лишь самые главные обстоятельства. Впрочем, о старшем Иване сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой семье и на чужих милостях, и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно и прочь и прочь. Этот мальчик очень скоро, чуть не в младенчестве, как передавали, по крайней мере, стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению. В точности не знаю, но как-то так случилось, что с семьей Ефима Петровича он расстался чуть ли не тринадцати лет, перейдя в одну из московских гимназий и на пансион к какому-то опытному и знаменитому тогда педагогу, другу с детства Ефима Петровича. Сам Иван рассказывал потом, что все произошло, так сказать, от пылкости к добрым делам Ефима Петровича, увлекшегося идеей, что гениальных способностей мальчик должен и воспитываться у гениального воспитателя. Впрочем, ни Ефима Петровича, ни гениального воспитателя уже не было в живых, когда молодой человек, кончив гимназию, поступил в университет. Так как Ефим Петрович плохо распорядился и получение завещанных самодург и генеральшей собственных детских денег, возросших с тысячи уже на две процентами, замедлилось по разным совершенно неизбежимым у нас формальностям и проволочкам, то молодому человеку в первые его два года в университете пришлось очень солоно, так как он принужден был все это время кормить и содержать себя сам и в то же время учиться. Заметить надо, что он даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом, может быть, из гордости, из презрения к нему, а может быть, вследствие холодного здравого рассуждения, подсказавшего ему, что от папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержки не получит. Как бы там ни было, молодой человек не потерялся нисколько и добился таки работы. Сперва уроками в двугривенный, а потом бегая по редакциям газет и доставляя статейки в десять строчек об уличных происшествиях за подписью «Очевидец». Статейки, эти, говорят, были так всегда любопытно и пикантно составлены, что быстро пошли в ход. И уже в этом одном молодой человек оказал все свое практическое и умственное превосходство над тою многочисленную, вечно нуждающуюся и несчастную частью нашей учащейся молодежи обоего пола, которая в столицах по обыкновению с утра до ночи обивает пороги разных газет и журналов, не умея ничего лучше выдумать, кроме вечного повторения одной и той же просьбы о переводах с французского или о переписке. Познакомившись с редакциями, Иван Федорович все время потом не разрывал связи с ними и в последние свои годы в университете стал печатать весьма талантливые разборы книг на разные специальные темы, так что даже стал в литературных кружках известен. Впрочем, лишь в самое только последнее время ему удалось случайно обратить на себя вдруг особенное внимание в гораздо большем круге читателей, так что его весьма многие разом тогда отметили и запомнили. Это был довольно любопытный случай. Уже выйдя из университета и приготовляясь на свои две тысячи съездить за границу, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и не специалистов, и, главное, по предмету по-видимому вовсе ему незнакомому, потому что кончил он курс естественникам. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения, а между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего, и вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись из своей стороны аплодировать. В конце концов, некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка. Упоминаю о всем случае особенно потому, что статья эта своевременно проникла и в подгородный знаменитый наш монастырь, где возникшим вопросом о церковном суде вообще интересовались, проникла и произвела совершенное недоумение. Узнав же имя автора, заинтересовались и тем, что он уроженец нашего города и сын вот этого самого Федора Палыча. А тут вдруг к самому этому времени явился к нам и сам автор. Зачем приехал тогда к нам Иван Федорович? Я помню, даже и тогда еще задавал себе этот вопрос с каким-то почти беспокойством. Столь роковой приезд этот, послуживший началом ко стольким последствиям, для меня долго потом, почти всегда оставался делом неясным. Вообще, судя, странно было, что молодой человек, столь ученый, столь гордый и осторожный на вид, вдруг явился в такой безобразный дом к такому отцу, который всю жизнь его игнорировал, не знал его и не помнил, и хоть не дал бы, конечно, денег ни за что и ни в каком случае, если бы сын у него попросил, но все же всю жизнь боялся, что и сыновья Иван и Алексей тоже когда-нибудь придут, да и попросят денег. И вот молодой человек поселяется в доме такого отца, живет с ним месяц и другой, и оба уживаются как не надо лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Петр Александрович Меусов, о котором я говорил уже выше, дальний родственник Федора Павловича по его первой жене, случился тогда опять у нас в своем подгородном имении, пожаловав из Парижа, в котором уже совсем поселился. Помню, он-то именно и удивился всех более, познакомившись с заинтересовавшим его чрезвычайно молодым человеком, с которым он не без внутренней боли пикировался иногда познаниями. Он горд, говорил он нам тогда про него, всегда добудет себе копейку, у него и теперь есть деньги на заграницу, чего же ему здесь надо? Всем ясно, что он приехал к отцу не за деньгами, потому что во всяком случае отец их не даст. Пить вино и развратничать он не любит, а между тем старик и обойтись без него не может, до того ужились. Это была правда. Молодой человек имел даже видимое влияние на старика. Тот почти начал его иногда как будто слушаться, хотя был чрезвычайно и даже злобно подчас своенравен. Даже вести себя начал иногда приличнее. только впоследствии объяснилось, что Иван Федорович приезжал отчасти по просьбе и по делам своего старшего брата Дмитрия Федоровича, которого в первый раз отроду узнал и увидал тоже почти в это же самое время в этот самый приезд, но с которым однако же по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил еще до приезда своего из Москвы в переписку. Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности. Тем не менее, даже тогда, когда я уже знал и про это особенное обстоятельство, мне Иван Федорович все казался загадочным, а приезд его к нам все-таки необъяснимым. Прибавлю еще, что Иван Федорович имел тогда вид посредника и примирителя между отцом и затеявшим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим Дмитрием Федоровичем. Семейка эта, повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидали друг друга. Лишь один только младший сын Алексей Федорович уже с год пред тем, как проживал у нас, и попал к нам таким образом раньше всех братьев. Вот про этого-то Алексея мне всего труднее говорить теперешним моим предисловным рассказом, прежде чем вывести его на сцену в романе. Но придется и про него написать предисловие, по крайней мере, чтобы разъяснить предварительно один очень странный пункт. Именно будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сцены его романа в рязке послушника. Да, уже с год, как проживал он тогда в нашем монастыре, и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться. Глава четвертая. Третий сын Алеша. Было ему тогда всего двадцать лет. Брату его Ивану шел тогда двадцать четвертый год, а старшему их брату Дмитрию двадцать восьмой. Прежде всего объявляю, что этот юноша Алеша был вовсе не фанатик, и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение. Был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода, рвавшийся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо, нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячую первую любовью своего неутолимого сердца. Впрочем, я не спорю, что был он и тогда уже очень странен, начав даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него, что, оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, точно как будто она стоит предо мною живая. Такие воспоминания могут запоминаться, и это всем известно, даже и с более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним. Он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца, косые-то лучи запомнились всего более, в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а предобразом на коленях рыдающую, как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу, как бы под покров Богородицы, и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге, вот картина. Алеша запомнил в тот миг и лицо своей матери. Он говорил, что оно было иступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко кому любил поверять это воспоминание. В детстве и юности он был малоэкспансивен и даже мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе даже напротив, от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно, личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за нее как бы забывал других. Но людей он любил. Он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простичком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало, да и всю жизнь потом, что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждение и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, немало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости. Явясь по двадцатому году к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Отец же, бывший когда-то приживальщик, а потому человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчиво и угрюмо его встретивший, много, дескать, молчит и много про себя рассуждает, скоро кончил, однако же, тем, что стал его ужасно часто обнимать и целовать, не далее, как через две какие-нибудь недели, правда, с пьяными слезами, в хмельной чувствительности, но видно, что полюбив его искренно и глубоко, и так, как никогда, конечно, не удавалось такому, как он никого любить. Да и все этого юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его. Очутившись в доме своего благодетеля и воспитателя Ефима Петровича Поленова, он до того привязал к себе всех в этом семействе, что его решительно считали там как бы за родное дитя. А между тем он вступил в этот дом еще в таких младенческих летах, каких никак нельзя ожидать в ребенке расчетливой хитрости, пронырства или искусства заискать и понравиться, умения заставить себя полюбить. Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно. То же самое было с ним и в школе, и однако же, казалось бы, он именно был из таких детей, которые возбуждают к себе недоверие товарищей, иногда насмешки, а, пожалуй, и ненависть. Он, например, задумывался и как бы отъединялся. Он с самого детства любил уходить в угол и книжки читать, и однако же и товарищи его до того полюбили, что решительно можно было назвать его всеобщим любимцем во все время пребывания его в школе. Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него, тотчас видели, что это вовсе не от какой-нибудь в нем угрюмости, что, напротив, он ровен и ясен. Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может, по этому самому он никогда и никого не боялся. А между тем, мальчики тотчас поняли, что он вовсе не гордится своим бесстрашием, а смотрит, как будто и не понимает, что он смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил. Случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе. И не то, чтобы он при этом имел вид, что случайно забыл или намеренно простил обиду, а просто не считал ее за обиду, и это решительно пленяло и покоряло детей. Была в нем одна лишь черта, которая во всех классах гимназии, начиная с низшего и даже до высших, возбуждала в его товарищах постоянное желание подтрунить над ним, но не из злобной насмешки, а потому, что это было им весело. Черта эта в нем была дикая, иступленная стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин. Эти известные слова и разговоры к несчастью неискоренимы в школах. Чистые в душе и сердце мальчики, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты. Мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут, пожалуй, еще нет. Цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего. Но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что Алешка Карамазов, когда заговорят про это, быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда под для него нарочно толпой и насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался, и все это не говоря им ни слова, ни бронясь, молча перенося обиду. Под конец, однако, оставили его в покое и уже не дразнили девчонкой, мало того, глядели на него в этом смысле с сожалением. Кстати, в классах он всегда стоял по учению из лучших, но никогда не был отмечен первым. Когда умер Ефим Петрович, Алеша два года еще пробыл в губернской гимназии. Неутешная супруга Ефима Петровича, почти тотчас же по смерти его, отправилась на долгий срок в Италию со всем семейством, состоявшим все из особ женского пола, а Алеша попал в дом к каким-то двум дамам, которых он прежде никогда и не видывал, каким-то дальним родственницам Ефима Петровича, но на каких условиях он сам того не знал. Характерная тоже и даже очень черта его была в том, что он никогда не заботился, на чьи средства живет. В этом он был совершенная противоположность своему старшему брату Ивану Федоровичу, пробедствовавшему два первые года в университете, кормя себя своим трудом, и с самого детства горько почувствовавшему, что живет он на чужих хлебах у благодетеля. Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий, чуть-чуть лишь узнавший его, тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей, вроде как бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его по первому даже спросу или на доброе дело, или, может быть, даже просто ловкому пройдохи, если бы тот у него попросил. Да и, вообще говоря, он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется, не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Александрович Меусов, человек насчет денег и буржуазной честности весьма щекотливый, раз, впоследствии приглядевшись к Алексею, произнес о нем следующий афоризм. Вот, может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а может быть, напротив, почтут за удовольствие. В гимназии своей он курса не кончил. Ему оставался еще целый год, как он вдруг объявил своим дамам, что едет к отцу по одному делу, которое взбрело ему в голову. Те очень жалели его и не хотели было пускать, проезд стоил очень недорого, и дамы не позволили ему заложить свои часы, подарок семейства благодетеля предотъездом за границу, а роскошно снабдили его средствами, даже новым платьем и бельем. Он, однако, отдал им половину денег назад, объявив, что непременно хочет сидеть в третьем классе. Приехав в наш городок, он на первый раз спрос родителя, зачем именно пожаловал, не докончив курса, прямо ничего не ответил, а был, как говорят, не пообыкновенному задумчив. Вскоре обнаружилось, что он разыскивает могилу своей матери. Он даже сам признался было тогда, что затем только и приехал, но вряд ли этим исчерпывалась вся причина его приезда. Всего вероятнее, что он тогда и сам не знал и не смог бы ни за что объяснить, что именно такое, как бы поднялось вдруг из его души и неотразимо повлекло его на какую-то новую, неведомую, но неизбежную уже дорогу. Федор Павлович не мог указать ему, где похоронил свою вторую супругу, потому что никогда не бывал на ее могиле после того, как засыпали гроб, а за давностью лет и совсем запамятовал, где ее тогда хоронили. К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время предтем прожил не в нашем городе. Года три-четыре по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала по его собственным словам со многими жидами, жидками, жидишками и жиденятами, окончил тем, что под конец даже не только у жидов, но и у евреев был принят. Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньгу. Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за три до приезда Алеши. Прежние знакомые его нашли его страшно состарившимся, хотя был он вовсе еще не такой старик. Держал же он себя не то, что благороднее, а как-то нахальнее. Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте других в шуты рядить. Безобразничать с женским полом любил не то, что по-прежнему, а даже как бы и отвратительнее. В скорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. Видно было, что у него есть, может быть, тысяч до ста, или разве не многим только менее. Многие из городских и изуездных обитателей тотчас же ему задолжали под вернейшие залоги, разумеется. В самое же последнее время он как-то обрюзг, как-то стал терять ровность, самоотчетность, впал даже в какое-то легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывался и все чаще и чаще напивался пьян, если бы не все тот же лакей Григорий, тоже порядочно к тому времени состарившийся и смотревший за ним иногда вроде почти гувернера, то, может быть, Федор Павлович и не прожил бы без особых хлопот. Приезд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его. «Знаешь ли ты?» стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, «что ты на нее похож, на Кликушу-то!» Так называл он свою покойную жену, мать Алеши. Могилку Кликуши указал наконец Алеше лакей Григорий. Он свел его на наше городское кладбище и там в дальнем уголке указал ему чугунную недорогую но опрятную плиту, на которой была даже надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы. А внизу было даже начертано нечто вроде четырехстишия из старинных, общеупотребительных на могилах среднего людо кладбищенских стихов. К удивлению, эта плита оказалась делом Григория. Это он сам воздвиг ее над могилкой бедной Кликуши и на собственное иждивение. После того, как Федор Палыч, которому он множество раз уже досаждал напоминаниями об этой могилке, уехал наконец в Одессу, махнув рукой не только на могилы, но и на все свои воспоминания. Алеша не выказал на могилке матери никакой особенной чувствительности, он он только выслушал важный и резонный рассказ Григория о сооружении плиты, постоял понурившись и ушел, не вымолвив ни слова. С тех пор, может быть, даже во весь год и не бывал на кладбище. Но на Федора Палыча этот маленький эпизод тоже произвел свое действие и очень оригинальное. Он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в наш монастырь на помин души своей супруги, но не второй, не матери Алеши, не Кликуши, а первой, Аделаиды Иваны, которая колотила его. В вечеру того дня он напился пьян и ругал Алеши монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей. Человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил предобразом. Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывают у этаких субъектов. Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный, длинный рот с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить, впрочем, и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающуюся горбиной. «Настоящий римский», говорил он, «вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка». Этим он, кажется, гордился. И вот довольно скоро после обретения могилы матери, Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушникам. Он объяснил при этом, что это чрезвычайное желание его, и что испрашивает он у него торжественное позволение, как у отца. Старик уже знал, что старец Зосима, спасавшийся в монастырском ските, произвел на его тихого мальчика особенное впечатление. «Этот старец, конечно, у них самый честный монах», промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем, однако, не удивившись его просьбе. «Хм, так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик». Он был в пол пьяна, и вдруг улыбнулся свою длинную полупьяную, но не лишенную хитрости и пьяного лукавства улыбкою. «Хм, а ведь я так и предчувствовал, что ты чем-нибудь вот это кем кончишь, можешь это себе представить? Ты именно туда норовил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои две тысячоночки, вот тебе и преданное, а я тебя, мой ангел, никогда не оставлю, да и теперь внесу за тебя, что там следует, если спросят. Ну, а если не спросят, чему нам навязываться, не так ли? Ведь ты денег что канарейка тратишь, под возернышко в недельку. Хм, знаешь, в одном монастыре есть одна подгородная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только монастырские жены живут, так их там называют, штук тридцать жены, я думаю, я там был, и знаешь, интересно, в своем роде, разумеется, в смысле разнообразия, скверно тем только, что русизм ужасный, француженок совсем еще нет, а могли бы быть, средства знатные, проведают, приедут, ну а здесь ничего, здесь нет монастырских жен, а монахов штук двести, честно, постники, сознаюсь, хм, так ты к монахам хочешь, а ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, веришь ли, я тебя полюбил, впрочем, вот и удобный случай, помолишься за нас грешных, слишком мы уж сидя здесь нагрешили, я все помышлял о том, кто это за меня когда-нибудь помолится, есть ли в свете такой человек, милый ты, мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, ты, может быть, не веришь, ужасно, видишь ли, я об этом как не глуп, а все думаю, все думаю, изредка, разумеется, не все же развить, ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру, ну вот и думаю, крючья, откуда они у них, из чего, железные, где же их куют, фабрика, что ли, у них какая там есть, ведь там в монастыре иноки, наверное, полагают, что в Аде, например, есть потолок, а я вот готов поверить в ад, только чтобы без потолка, выходит оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански, то есть, а в сущности ведь не все ли равно с потолком или без потолка, ведь вот вопрос-то, проклятый, в чем заключается, но, коли нет потолка, стало быть, нет и крючьев, а коли нет крючьев, стало быть, и все по боку, значит, опять невероятно, кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что, если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете, их следовало бы выдумать, эти крючья для меня нарочно, для меня одного, потому что, если бы ты знал, Алеша, какой я срамник, да, там нет крючьев, тихо и серьезно, приглядываясь к отцу, выговорил Алеша, так, так, одни только тени, крючьев, знаю, знаю, это как один француз описывал ад, я видел тень кучера, которую тенью щетки чистила тень кареты, ты, голубчик, почему знаешь, что нет крючьев, побудешь у монахов, не то запоешь, а, впрочем, ступай, доберись там до правды, да и приди рассказать, все же идти на тот свет будет легче, или, наверное, знаешь, что там такое, да и приличнее тебе будет у монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой, да с девчонками, девчонками, хоть до тебя, как до ангела, ничего не коснется, ну, а вось и там до тебя ничего не коснется, вот ведь я почему и дозволяю тебе, что на последнее надеюсь, ум-то у тебя не черт съел, погоришь и погаснешь, вылечишься и назад придешь, а я тебя буду ждать, ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать, и он даже расхныкался, он был сентиментален, он был зол и сентиментален. Глава пятая. Старцы. Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испятой человечек. Напротив, Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем, девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средне-высокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным, овалом лица, с блестящими, темно-серыми, широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму. А мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса. Но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Ни чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит, как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал «Господь мой и Бог мой». Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет. А уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать. И, может быть, уже веровал вполне в тайнике существа своего даже еще тогда, когда произносил «Не поверю, пока не увижу». Скажут, может быть, что Алеша был туп, не развит, не кончил курса и прочь. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большой несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше. Вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода, рвавшийся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни 5-6 лет на трудное и тяжелое учение, на науку, хотя бы для того, только чтобы удесетерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить, такая жертва сплошь до рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с той уже жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существует, то сейчас же естественно сказал себе, хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю. Точно так же, если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты, ибо социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, ни для достижения, небес земли, а для сведения небес на землю. Алёше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано, раздай все и иди за мной, если хочешь быть совершен. Алёше и сказал себе, не могу я отдать вместо всего два рубля, а вместо иди за мной ходить лишь к обедне. Из воспоминаний его младенчества может быть сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть подействовали и косые лучи заходящего солнца предобразом, к которому его протягивала его кликуша-мать. Задумчивый он приехал к нам тогда, может быть только лишь посмотреть, всё ли тут, или и тут только два рубля. И в монастыре встретил этого старца. Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима. Но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще старцы в наших монастырях. И вот жаль, что чувствую себя на этой дороге недовольно компетентным и твёрдым. Попробую, однако, сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И, во-первых, люди специальные и компетентные утверждают, что старцы и старчества появились у нас по нашим русским монастырям весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как на всём православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко уже за тысячу лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси, во времена древнейшие или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя, установление это забылось у нас и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников, как называют его, Паисием Величковским и учениками его, но и доселе даже через сто почти лет существует весьма еще не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонением, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне Козельской Оптиной. Когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось третье преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним, но и он уже почти помирал от слабостей и болезней, а заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь наш ничем особенно не был до тех пор знаменит. В нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашу историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг Отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за тысяч верст. Итак, что же такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю, в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведено на востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвязающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным, рассказывают, например, что однажды, в древнейшие времена христианства, один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушел от него из монастыря и пришел в другую страну, из Сирии в Египет. Там, после долгих и великих подвигов, сподобился, наконец, претерпеть истязание и мученическую смерть за веру. Когда же церковь хоронила тело его, уже чтя его как святого, то вдруг при возгласе диакона, оглашенной изыдите, гроб с лежащим в нем телом мученика сорвался с места и был извергнут из храма и так до трех раз. И, наконец, лишь узнали, что этот святой страстотерпец нарушил послушание и ушел от своего старца, а потому без разрешения старца не мог быть и прощен, даже несмотря на свои великие подвиги. Но когда призванный старец разрешил его от послушания, тогда лишь могло совершиться и погребение его. Конечно, все это лишь древняя легенда, но вот и недавняя быль. Один из наших современных иноков спасался на Афоне, и вдруг старец его повелел ему оставить Афон, который он излюбил как святыню, как тихое пристанище до глубины души своей, и идти сначала в Иерусалим на поклонение святым местам, а потом обратно в Россию, на север, в Сибирь. Там тебе место, а не здесь. Пораженный и убитым горем монах явился в Константинополь ко вселенскому патриарху и молил разрешить его послушание. И вот вселенский владыка ответил ему, что не только он, патриарх вселенский, не может разрешить его, но и на всей земле нет, да и не может быть такой власти, которая бы могла разрешить его от послушания, раз уже наложенного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. Таким образом, старчество одарено властью, в известных случаях, беспредельную и непостижимую. Вот почему во многих монастырях старчество у нас сначала встречено было почти гонением. Между тем, старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. Старцам нашего монастыря стекались, например, и простолюдины, и самые знатные люди, с тем, чтобы, повергаясь пред ними, исповедовать им свои сомнения, свои грехи, свои страдания и и спросить совета и наставления. Видя это, противники старцев кричали вместе с прочими обвинениями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается таинство исповеди, хотя беспрерывное исповедование своей души старцу-послушникам его или светским производится совсем не как таинство. Кончилось, однако, тем, что старчество удержалось и мало-помалу по русским монастырям водворяется. Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе. Старец Зосима был лет шестидесяти пяти, происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-офицером. Без сомнения, он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алеша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алеша, живя тогда в монастыре, был еще ничем не связан. Мог выходить куда угодно, хоть на целые дни, и если носил свой подрясник, то добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться. Но уж, конечно, это ему и самому нравилось. Может быть, на юношеское воображение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала беспрерывно его старца. Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого приходившего к нему мог угадывать, с чем тот пришел, чего тому нужно и даже какого рода мучения терзает его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхи и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг, напротив, был всегда почти весел во вхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее и кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит. Из монахов находились даже и под самый конец жизни старца ненавистники и завистники его, но их становилось уже мало и они молчали, хотя было в их числе несколько весьма знаменитых и важных в монастыре лиц, как, например, один из древнейших иноков, великий молчальник и необычайный постник. Но все-таки огромное большинство держало уже несомненно на сторону старца Зосимы, а из них очень многие даже любили его всем сердцем горячо и искренно. Некоторые же были привязаны к нему почти фанатически. Такие прямо говорили, не совсем впрочем вслух, что он святой, что в этом нет уже и сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю. В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алеша, точно так же, как беспрекословно верил и рассказу о вылетавшем из церкви гробе. Он видел, как многие из приходивших с больными детьми или взрослыми родственниками и моливших, чтобы старец возложил на них руки и прочитал над ними молитву, возвращались в скорости, а иные так и на другой же день обратно, и, падая со слезами пред старцем, благодарили его за исцеление их больных. Исцеление ли было в самом деле или только естественное улучшение в ходе болезни, для Алеши в этом вопроса не существовало, ибо он вполне уже верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы собственным его торжеством. Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе ожидавших его выхода у врат скита богомольцев из простого народа, нарочно, чтобы видеть старца и благословиться у него, стекавшегося со всей России. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных к лекуш. Старец сговорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. В последнее время от припадков болезней он становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи, и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по несколько дней. Для Алеши не составляло никакого вопроса, за что они его так любят, за что они повергаются пред ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его. О, он отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему. Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то, святой и высший. У того зато правда, тот зато знает правду, значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано. знал Алеша, что так именно и чувствует и даже рассуждает народ. Он понимал это, но то, что старец именно и есть этот самый святой, этот хранитель Божьей правды в глазах народа, в этом он не сомневался нисколько и сам вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец, почивший, доставит необычайную славу монастырю, царило в душе Алеши, может быть, даже сильнее, чем у кого бы то ни было в монастыре. И вообще, все это последнее время какой-то глубокий, пламенный внутренний восторг все сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей. Все равно он свят. В его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле. И будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии, и наступит настоящее Царство Христово. Вот о чем грезилось сердцу Алеши. Кажется, что на Алешу произвел сильнейшее впечатление приезд его обоих братьев, которых он до того совершенно не знал. С братом Дмитрием Федоровичем он сошелся скорее и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим единоутробным братом своим Иваном Федоровичем. Он ужасно интересовался узнать брата Ивана, но вот тот уже жил два месяца, а они хоть и виделись довольно часто, но все еще никак не сходились. Алеша был и сам молчалив, и как бы ждал чего-то, как бы стыдился чего-то. А брат Иван, хотя Алеша и подметил вначале на себе его длинные и любопытные взгляды, кажется, вскоре перестал даже и думать о нем. Алеша заметил это с некоторым смущением. Он приписал равнодушие брата разницы в их летах и в особенности в образовании, но думал Алеша и другое. Столь малое любопытство и участие к нему, может быть, происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алеши неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть, очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеяно. Задумывался Алеша и о том, не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, к глупенькому послушнику от ученого-атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист. Презрением этим, если оно и было, он обидеться не мог, но все-таки с каким-то непонятным себе самому и тревожным смущением ждал, когда брат захочет подойти к нему ближе. Брат Дмитрий Федорович отзывался о брате Иване с глубочайшим уважением, с каким-то особым проникновением говорил о нем. От него же узнал Алеша все подробности того важного дела, которое связало в последнее время обоих старших братьев замечательную и тесную связью. Восторженные отзывы Дмитрия о брате Иване были тем характернее в глазах Алеши, что брат Дмитрий был человек в сравнении с Иваном почти вовсе не образованный, и оба поставленные вместе один с другим составляли, казалось, такую яркую противоположность как личности и характеры, что, может быть, нельзя бы было и придумать двух человек нисходнее между собой. Вот в это-то время и состоялось свидание, или лучше сказать, семейная сходка всех членов этого нестроенного семейства в келье старца, имевшая чрезвычайное влияние на Алешу. Предлог к этой сходке по-настоящему был фальшивый. Тогда именно несогласия по наследству и по имущественным расчетам Дмитрия Федоровича с отцом его Федором Палычем дошли, по-видимому, до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимы. Федор Палыч, кажется, первый и, кажется, шутя, подал мысль о том, чтобы сойтись всем в келье старца Зосимы и, хоть и не прибегая к прямому его посредничеству, все-таки как-нибудь сговориться приличнее, причем сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное. Дмитрий Федорович, никогда у старца не бывавший и даже не видавший его, конечно, подумал, что старцем его хотят как бы испугать, но так как он и сам укорял себя втайне за многие особенно резкие выходки в споре с отцом за последнее время, то и принял вызов. Кстати, заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Федорович, а отдельно, в другом конце города. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Петр Александрович Меусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича. Либерал сороковых и пятидесятых годов, вольнодумец и атеист, он от скуки, может быть, а может быть, для легкомысленной потехи, принял в этом деле чрезвычайное участие. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на святого. Так как все еще продолжались его давние споры с монастырем и все еще тянулась тяжба о поземельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловли в речке и прочь, то он и поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом игуменом, нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовно. Посетителя с такими благими намерениями, конечно, могли принять в монастыре внимательнее и предупредительнее, чем просто любопытствующего. Вследствие всех сих соображений и могло устроиться некоторое внутреннее влияние в монастыре на больного старца, в последнее время почти совсем уже не покидавшего келью и отказывавшего по болезни даже обыкновенным посетителям. Кончилось с тем, что старец дал согласие и день был назначен. «Кто меня поставил делить между ними?» заявил он только с улыбкой Алеши. Узнав о свидании, Алеша очень смутился. Если кто из этих тяжущихся и пререкающихся мог смотреть серьезно на этот съезд, то, без сомнения, один только брат Дмитрий. Остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца может быть оскорбительных. Вот что понимал Алеша. Брат Иван и Меусов приедут из любопытства, может быть, самого грубого, а отец его может быть для какой-нибудь шутовской и актерской сцены. О, Алеша хоть и молчал, но довольно и глубоко знал уже своего отца. Повторяю, этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его. С тяжелым чувством дожидался он назначенного дня. Без сомнения, он очень заботился про себя в сердце своем о том, чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее, самая главная забота его была о старце. Он трепетал за него, за славу его, боялся оскорблений ему, особенно тонких, вежливых насмешек Меусова и недомолвок свысока ученого Ивана, так это все представлялось ему. Он даже хотел рискнуть предупредить старца, сказать ему что-нибудь об этих могущих прибыть лицах, но подумал и промолчал. Передал только накануне назначенного дня через одного знакомого брату Дмитрию, что очень любит его и ждет от него исполнения обещанного. Дмитрий задумался, потому что ничего не мог припомнить, что бы такое ему обещал, ответил только письмом, что изо всех сил себя сдержит преднизостью и хотя глубоко уважает старца и брата Ивана, но убежден, что тут или какая-нибудь ему ловушка, или недостойная комедия. Тем не менее, скорее проглочу свой язык, чем манкирую уважением к святому мужу, тобою столь уважаемому, закончил Дмитрий свое письмецо, а Лешу оно не весьма ободрило. Книга вторая Неуместное собрание Глава первая Приехали в монастырь Выдался прекрасный, теплый и ясный день, был конец августа. Свидание со старцем условлено было сейчас после поздней обедни примерно к половине двенадцатого. Наши посетители монастыря к обедни однако не пожаловали, а приехали ровно к шапошному разбору. Приехали они в двух экипажах. В первом экипаже в щегольской коляске запряженной парой дорогих лошадей прибыл Петр Александрович Меусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком лет двадцати, Петром Фомичом Колгановым. Этот молодой человек готовился поступить в университет. Меусов же, у которого он почему-то пока жил, соблазнял его с собой за границу, в Цюрих или в Иену, чтобы там поступить в университет и окончить курс. Молодой человек еще не решился, он был задумчив и как бы рассеян. Лицо его было приятное, сложение крепкое, рост довольно высокий. Во взгляде его случалась странная неподвижность. Подобно всем очень рассеянным людям, он глядел на вас иногда в упор и подолгу, а между тем совсем вас не видел. Был он молчалив и несколько неловок, но бывало, впрочем, не иначе, как с кем-нибудь один на один, что он вдруг станет ужасно разговорчив, порывист, смешлив, смеясь, бог знает иногда чему. Но одушевление его столь же быстро и вдруг погасало, как быстро и вдруг нарождалось. Был он одет всегда хорошо и даже изысканно, он уже имел некоторое независимое состояние и ожидал еще гораздо большего, с Алешей был приятелем. Весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляски на паре старых сиворозовых лошадей, сильно отстававших от коляски Меусова, подъехали и Федор Палыч с сынком своим Иваном Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был и час и срок, но он запоздал. Посетители оставили экипажи у ограды в гостинице и вошли в монастырские ворота пешком. Кроме Федора Палыча остальные трое, кажется, никогда не видали никакого монастыря, а Меусов так лет тридцать, может быть, и в церкви не был. Он озирался с некоторым любопытством, не лишенным некоторой напущенной на себя развязности. Но для наблюдательного его ума, кроме церковных и хозяйственных построек, весьма, впрочем, обыкновенных, во внутренности монастыря ничего не представлялось. проходил последний народ из церкви, снимая шапки и крестясь. Между простонародьем встречались и приезжие более высшего общества, две-три дамы, один очень старый генерал, все они стояли в гостинице. Нищие обступили наших посетителей тотчас же, но им никто ничего не дал. Только Петруша Колганов вынул из портмоне гривенек и, заторопившись и сконфузившись бог знает отчего, поскорее сунул одной бабе, быстро проговорив, разделить поровну. Никто ему на это ничего из его спутников не заметил, так что нечего было ему конфузиться, но, заметив это, он еще больше сконфузился. Было, однако, странно. Их по-настоящему должны были ждать, и, может быть, с некоторым даже почетом. Один недавно еще тысячу рублей пожертвовал, а другой был богатейшим помещиком и образованнейшим, так сказать, человеком, от которого все они тут отчасти зависели по поводу ловили рыбы в реке вследствие оборота, какой мог принять процесс. И вот, однако, никто из официальных лиц их не встречает. Меусов рассеянно смотрел на могильные камни около церкви и хотел было заметить, что могилки эти, должно быть, обошлись дорогонько хоронившим за право хоронить в таком святом месте, но промолчал. Простая либеральная ирония перерождалась в нем почти что уж в гнев. Черт, у кого здесь, однако, спросить в этой бестолковщине? Это нужно бы решить, потому что время уходит, промолвил он вдруг, как бы говоря про себя. Вдруг подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу, Медова присюсюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещикам Максимовым. Он мигом вошел в заботу наших путников. Старец Зосима живет в скиту, в скиту наглухо, шагов четыреста от монастыря, через лесок, через лесок. «Это и я знаю-с, что через лесок», ответил ему Федор Павлович. «Да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали. А вот в эти врата и прямо леском, леском пойдемте. Не угодно ли мне самому, я сам, вот сюда, сюда». Они вышли из врат и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет шестидесяти, не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. «Видите ли, мы к этому старцу по своему делу», заметил строго Меусов. «Мы, так сказать, получили аудиенцию у сего лица, а потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе». «Я был, был я уже, он шевалье парфей, рыцарь и притом совершенный». И помещик пустил на воздух щелчок пальцем. «Кто это шевалье?» спросил Меусов. «Старец, великолепный старец, старец, честь и слава монастырю, Зосима, это такой старец». Но беспорядочную речь его перебил догнавший путников монашек в клубуке невысокого роста очень бледный и спитой. Федор Павлович и Меусов остановились. Монах с чрезвычайно вежливым, почти поясным поклоном произнес «Отец-игумен после посещения вашего в ските покорнейше просит вас всех, господа, у него откушать. У него в час, не позже. И вас также», обратился он к Максимову. «Это я непременно исполню», вскричал Федор Павлович, ужасно обрадовавшись приглашению. «Непременно! И знаете, мы все дали слово вести себя здесь порядочно. А вы, Петр Александрович, пожаловите? Да еще же бы нет. Да я и зачем же сюда и приехал, как не видеть все их здешние обычаи. Я одним только затрудняюсь. Именно тем, что я теперь с вами, Федор Павлович. Да, Дмитрия Федоровича еще не существует. Да и отлично бы было, если бы он манкировал. Мне приятно, что ли, вся эта ваша мазня, да еще с вами на придачу. «Так к обеду будем. Поблагодарите отца игумена», обратился он к монашку. «Нет, уж я вас обязан руководить к самому старцу», ответил монах. «А я коль так к отцу игумену, я тем временем прямо к отцу игумену», защебетал помещик Максимов. «Отец игумен в настоящий час занят, но как вам будет угодно», нерешительно произнес монах. «Приназойливый старичишка», заметил вслух Меусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю. «На фон зона похож», проговорил друг Федор Палыч. «Вы только это и знаете. С чего он похож на фон зона? Вы сами-то видели фон зона?» «Его карточку видел, хоть не чертами лица, а чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фон зона». «Я это всегда по одной только физиономии узнаю». «А пожалуй, вы в этом знаток». «Только вот что, Федор Палыч, вы сами сейчас изволили упомянуть, что мы дали слово вести себя прилично. Помните, говорю вам, удержитесь, а начнете шута из себя строить, так я не намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили». «Видите, какой человек?» обратился он к монаху. «Я вот с ним боюсь входить к порядочным людям». На бледных, бескровных губах монашка показалась тонкая, молчальная улыбочка, не без хитрости в своем роде, но он ничего не ответил, и слишком ясно было, что промолчал из чувства собственного достоинства. Меусов еще больше наморщился. «О, черт, их всех дери! Веками лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор пронеслось у него в голове. «Вот и скит, дошли!» крикнул Федор Павлович. «Аграда и врата запертые!» И он пустился класть большие кресты предсветыми, написанными над вратами и сбоку врат. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», заметил он. «Всех здесь в скиту двадцать пять святых спасаются, друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной то женщины в эти врата не войдет, вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так!» «Только как же я слышал, что старец дам принимает? обратился он вдруг к монашку. Из простонародья женский пол и теперь тут, вон там лежат у галерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галереи, но в ней ограды две комнатки, вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица Харьковская, госпожа Хохлакова дожидается со своей расслабленной дочерью, вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последние времена столь расслабел, что и к народу едва появляется. Значит, все же лазейчка к барыням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь, я только так. Знаете, на фоне это вы слышали, не только посещение женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин, и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшечек, телушечек. Федор Палыч, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю. А чем я вам мешаю, Петр Александрович? «Посмотрите-ка!» скричал он вдруг, шагнув за ограду скита. «Посмотрите, в какой они долине роз проживают!» Действительно, хоть роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил, домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей пред входом, был тоже обсажен цветами. «А было ли лето при предыдущем старце, в Арсенофии?» «Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол», — заметил Федор Павлович, подымаясь на крылечко. Старец в Арсенофии действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. «Палкой же никогда и никого не бивал», — ответил монашек. «Теперь, господа, минутку повремените, я о вас повещу». «Федор Павлович, последний раз условия, слышите?» «Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу», — успел еще раз пробормотать Меусов. «Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении», — насмешливо заметил Федор Павлович, «а ли Гришков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже вот что». Но Меусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Пошел он несколько раздраженный. «Ну, теперь заранее себя знаю, раздражен, заспорю, начну горячиться и себя и идею унижу», — мелькнуло у него в голове. и